Будет много видео о ремонтах, о ремонтах в своей квартире, потому что на самом деле лучше всего это вот как раз ремонт, который вы сами можете у себя сделать. И тут дело вообще не в деньгах. Можно заказать фирму, которая все сделает, но вы не получите никогда того удовольствия, которое вы можете на самом деле получить. Благодаря тому, что мы живем сегодня в нашем время, в 2023 году и далее, что дает очень большие возможности для того, чтобы вы могли самостоятельно делать обалденный ремонт своими руками. И я считаю, что для мужчины вообще, если у него конечно руки не задницы, в принципе на сегодняшний день довольно таки, ну скажем так, не то чтобы постыдно, но скажу необычно, что он нанимает кого-то, а не делает сам что-то своими руками. Потому что это как в детстве, ребенок не любит играть в игры. Поэтому я провожу эту параллель, как бы потому что, как вот дети любят играть в игры и переходя с уровня на уровень, достигают какой-то результат. Они от этого получают удовольствие, очень большое удовольствие в результате того, что они достигли этого, что они достигли какой-то победы, перешли на какой-то новый уровень. Это для них достижение. А во взрослом возрасте мужчина, в принципе, по идее должен получать те же самые удовольствия, достигая что-то новое, какой-то новый уровень в том, к чему он не учился особо. И он от этого должен получать удовольствие. Ну, по крайней мере, это очень здорово. Потому что сегодня позволяют абсолютно все возможности, а информация на ютюбе настолько обширная, настолько подробная, настолько дотошно разложенная по полочкам, по кирпичикам, что просто не воспользоваться этим, ну, по меньшей мере, как-то глуповато. Потому что на самом деле это приносит очень большое удовольствие, когда ты достигаешь результат, который лучше, чем ты сам, не сделает тебе абсолютно никто. Потому что всегда мастера тех, которых вы нанимаете, они ограничены по времени. У них одна цель заработать деньги. В большинстве случаев, кстати, это такие мастера, которые, знаете, лучше им ничего и не доверять. Без особого образования тоже где-то были под мастерьями, научились, наблатыкались и потом решили сами зарабатывать. Я не говорю, конечно, обо всех. Так, нет, нет, ни в коем случае. Я говорю, что все вот как раз те, которые на высоком уровне, они, во-первых, квалифицированные, хотят хорошо зарабатывать за свой квалифицированный труд. Поэтому цены у них немаленькие. Плюс еще к этому они вдобавок ко всему на расхват. И поэтому вы просто можете их не найти в нужное для себя время, потому что они будут заняты где-то кем-то. Или ваши финансовые возможности вам могут что-то не позволять. Поэтому самое лучшее, самое золотое, самый лучший выход из этого положения, это если у вас руки не из одного места, или хотя бы если у вас есть желание испытать это, а из одного ли места у меня руки или нет. Ну вот как раз это тот самый случай, когда вы это можете сделать. Настолько все сегодня сделано так, для того, чтобы дружелюбно, для того, чтобы человек мог самостоятельно сделать у себя в квартире или в доме ремонт, что ну просто, ну просто это как кубики Рубика. Просто берете и складываете все в пазлы. Ламинат положить, вообще никакой проблемы. Купил то, купил все, посмотрел на ютюбе видео, все это сделал. Клик-клак, оно все друг в друга втыкается, вставляется без проблем. Паркетная доска, точно так же. Кладка плитки, да что проще. Расческа специальная, клей уже приготовленная масса или развел, так как там пишется все это по паспорту. Расческой размазал все это и ровненько плиточку положил. Если боишься, что может что-то неровно быть, пожалуйста, крестики есть. Между плиточкой поставлял крестики, чтобы она была на одинаковом расстоянии друг от друга. Все четко, смотришь, все идеально. Плиткорез. Положил плиточку, отмерил сколько там нужно сантиметров. Чик, провел этим резцом. Клац, плиточка обломалась четко по тому месту, где ты. Провел. Все вставил туда, все нормально. Не получилось где-то что-то, пара там чего-то, скажем, та же самая плитка. Что-то прошло просто в мусор. Да ничего страшного по сравнению с тем, что вы не тратите деньги на мастера, а сами учитесь это делать. Можно кое-чем и пожертвовать. Ничего страшного из этого не произойдет. Зато удовольствие от полученного результата будет неимоверным. Вы сами поднимаете в своих глазах. Вы поднимаете себе таким образом самооценку. Если у вас жена или девушка, вы поднимаетесь в ее глазах, как мужчина, у которого руки из правильного места растут. Ваши родные, близкие, дети, кто угодно, они могут участвовать в этом процессе тоже. Дети могут помогать вам, подавать. И они таким образом тоже будут, мало того, что приобщаться к этому всему, плюс еще и получать от этого всего удовольствие. Плюс еще вот этот вот общий полезный на себя труд, он не только облагораживает, как любят говорить всякие лидеры, но он еще и сплочает всех вас. Он еще вас делает дружной семьей и благоприятно способствует вашим дальнейшим взаимоотношениям. Поэтому я советую все ремонты, особенно если что касается легких ремонтов, делайте самостоятельно. Вы от этого только выиграете, получите массу удовольствия и вспомните потом мои слова и вспомните меня добрым словом. Как я и сказал, YouTube вам в помощь, Google вам в помощь. В любых магазинах, где продаются строительные материалы, вам все подробно расскажут, все подробно объяснят. Также на всех клеях, на всех там вспомогательных материалах, красках и так далее, везде все написано, как чем пользоваться, как что разбавлять. Все, что вам для этого будет нужно, как я и сказал на YouTube, вам все расскажут подробно и четко. Поэтому берете только и начинайте. Уверяю вас в том, что если вы начнете, у вас в конце все получится. Главное все это купить и начать. Так что, Бог вам в помощь и вперед с песней. Поставьте себе музыку хорошую, выберите, да, ту, которая вам нравится, которую вы любите. Тихонечко ее включите, чтобы она вам помогала создавать атмосферу. И таким образом начинайте потихоньку делать все. Это не спеша. Возьмите с ноутбука, с планшета, чтобы у вас была большая картиночка. Выйдите на YouTube, можете скачать несколько этих видео, которые по вашей теме ремонта будут. Это еще лучше, если вы скачаете их цельным файлом. И будете там, где нужно нажимать стоп, смотреть и так далее. И все. И потихоньку начинайте делать. Скачивайте много видео, несколько видео. Просмотрите их всех, выберите из каждого видео, что вам больше нравится, как вам кажется более целесообразно поступать. Все минусы, все плюсы. И вперед. То же самое можно делать и с ремонтом автомобиля. Но там уже другая немножко специфика. Там уже нужно иметь и на самом деле гаечные ключи. Нужно обладать некоторыми знаниями, большей квалификацией. А вот то, что касается паркетных досок, ламинатов, плитки, гипсокартона, например. Даже проводки, сантехники, вот этих труб, пайка труб. Вообще это детский сад. Все даже приятно. Самое главное все делать четко по плану. А так, сел тихонечко под музыку, спокойно паяешь трубы, отмеряешь, отрезаешь сколько нужно. Уверяю вас, у вас даже если у вас будут всякие издержки, материалы в потере, то все равно у вас будет очень хороший результат.